К выполнению масштабного комплекса работ в Петрикове приступили в апреле. Над новым обликом города трудились сотни строителей, дорожников и коммунальников. К реконструкции готовились, ожидая реконструкцию, как ждали, так и было беспокойство, потому что предстоял очень большой объем работ и предстоял объем работ по замене инженерных сетей в городе. Было заменено в ходе работ порядка 4 километров сетей водопровода, более километра сети центральной канализации, поэтому выполняли работы, думали, старались и выполнили работы, так же, чтобы в процессе производства всех этих работ наши люди не остались на какой-то длительный период без воды, без канализации. Это была главная забота, так сказать, и мы с ней справились. Несколько напряженных месяцев и реконструкция практически полностью завершена. Остаются только небольшие участки. К примеру, вот этот на пересечении улиц Гагарина и Коммунальный. Здесь готовят площадку под новые парковочные места. Сейчас транспорта у людей много частного, плюс в город сейчас прибывает много людей, которые заняты на строительстве и в дальнейшем будут работать на Петриковском калийном комбинате. Количество транспорта увеличилось, транспорт требует размещения, поэтому в городе появилось очень много парковок. Финальные штрихи наводят еще на нескольких улицах райцентра. Полностью работы по ремонту улично-дорожной сети завершат в декабре. 14% они завершены. Сейчас мы заканчиваем придомовые территории, заканчиваем текущий ремонт улиц по городу Петриков. Ну, там остатки остались. И завершаем. Вот подписи буквально вчера мы подписали областного ГАИ заключение. По нашим улицам, где мы работали, улица Первомайская, улица Гоголя. Однако основные работы уже завершены и можно делать выводы. Петриков изменился кардинально. Отремонтированы объекты жилищного фонда, благоустроены дворовые территории, места отдыха. Огромная работа проделана в учреждениях образования. В общей сложности капитальный ремонт произведен на восьми объектах. К примеру, в Петриковской школе-интернате для детей с тяжелыми нарушениями речи отремонтированы первый и второй этажи, спортивные и актовые залы, столовая, снесены неиспользуемые сооружения, закуплено новое оборудование. Стала более современная школа, более комфортная, более уютная. Стало больше возможностей для образовательного процесса, для коррекции нарушений наших детей. И стало нам понятно, что в современных условиях, современной технике работать стало легче, удобнее и приятнее. Масштабные преобразования затронули и Петриковскую центральную районную больницу. На выделенные средства были выполнены ремонтные работы текущими ремонтами, выполнено благоустройство территории больницы, выполнены ремонтные работы первого и второго терапевтического отделения, заменена мебель, приобретены также оборудование, это УЗИ-аппарат новый и наркозно-дыхательный аппарат. Также выполнены ремонтные работы поликлинического отделения, первый и второй этаж. И немалую, так скажем, работу выполнили и хозслужба наша, которая выполняла ремонтные работы стоматологического корпуса. Позаботились в Петрикове и о местах для отдыха горожан. Модернизировали городской кинотеатр «Беларусь», отреставрировали три зала, закупили цифровое оборудование, установили современную звуковую систему, новые диваны и кресла. Также изменения коснулись и центрального парка. Здесь появились новые пешеходные дорожки, зоны отдыха, детская площадка. Украшением парка стали деревянные скульптуры, созданные во время конкурса «Ожившая старина». Позаботились и о гостях города. Городская гостиница – здание старой постройки, которому давно нужен был ремонт. Здесь полностью заменены все инженерные коммуникации, произведены отделочные работы, заменены окна и двери. 20 номеров стали комфортными и уютными, соответствующими всем современным стандартам и требованиям. Один из номеров, к слову, предусмотрен для людей с ограниченными возможностями. Там созданы все условия для таких людей, в том числе на входе в гостиницу имеется подъемник, чтобы люди могли беспрепятственно перемещаться в здание гостиницы из него. Постепенно, уже после долгого ремонта, практически в течение полугода, гостиница начала функционировать, появляются первые посетители, объект входит в свою повседневную работу. Не забыли во время реконструкции Петриковой и про спортивные объекты. История этого стадиона, к слову, довольно непростая. Реконструкцию пытались организовать неоднократно, но не хватало средств. Решающим стал нынешний год. Дети очень рады. Они ждут, не дождутся того момента, когда им можно будет уже здесь заниматься. Футбольное поле с искусственным покрытием, тренажерные залы, беговые дорожки, сауна и гостиница. Получился целый новый спортивный комплекс. Очень рады, так как давно нуждались в таком здании, в таком стадионе. Это для наших горожан просто подарок. Подарок, которого очень давно ждали. Реконструкция в Петрикове прошла на славу. Строители, дорожники, коммунальники – все трудились на совесть. Теперь главное – беречь этот подарок, гордиться своей малой родиной и заботиться о ней. Город очень преобразился по сравнению с тем, что было. Мы давно уже ждали этот ремонт. Вот он наступил. Ощущаешь, как будто приезжаешь в Новый год. Некоторые приезжают, мои друзья, коллеги не вызываем воздух. Мы очень гордимся нашим городом, потому что у него есть большое будущее. Дмитрий Котов, Сергей Лукашук. Новости недели.